Мастер Сава, вот ученик пришел заниматься. Что он должен понять в первый год обучения? Обучение начинается с того, что он должен понимать, что такое пять элементов. Пять элементов — это базовый курс, и пять элементов соответствуют пяти стилям животных. Что значит пяти стилям животных? Это подражательная конфу. Мы изучаем тигр, змея, журавль, леопард, ракон. Каждый из стилей животных соответствует какому-то элементу. Какому стилю животному, какой соответствует элемент? Леопард — это дерево, огонь — это журавль, земля — это змея, тигр — это металл, вода — это дракон. То есть, когда студент приходит в классы, его задача — понимать пять элементов во всем, что изучается. В движении, в дыхании, в стилях животных, в положении корпуса. То есть, отражение пяти элементов должно у него проявиться во всех плоскостях. Поэтому вся хореография, вся техника построена именно с этой целью. Первый класс базовый — это стиль леопарда. Это дерево, то есть деревянное состояние, и поэтому комплекс изучается в дерево. Очень четко, по-деревянному, как каратэ. Если студент уже пришел в второй класс, то это металл. Металл — это стиль тигра и более жесткое положение тела, более жесткие движения, понимание силы. Третий курс — это вода. Вода — это дракон. Значит, задача заключается в понимании мягкости. Комплексы становятся более мягкие. Задача заключается в перетекании из одного движения в другое. И какие-то базовые движения уже дракона. Четвертый класс — это стиль огня, и это журавы. Пятый класс — это стиль змеи и соответствует элементу земля. То есть комплексы уже все в движении. На земле существуют все остальные элементы. Огонь, вода, металл, дерево. То есть объединение четырех предыдущих направлений или элементов заключается в отработке пятого периода обучения. И это все в 8 годы изучаете? Нет, это я сейчас сказал про 2 года обучения. Каждый класс — это по полгода. Получается, первые полгода — это дерево, вторые полгода — это металл. Потом полгода — фода, потом полгода — огонь. И еще полгода — это земля, которая объединяется в предыдущие. Нужно понять, что в каждом классе изучается элемент и его выражение тела. То есть нужно форму выполнять или жестко, или мягко, или взрывом, или вращением. И вот понимание вот этих движений элементности — важная задача студента. Это базовый курс. Первых предклассов, первых пять элементов, пять зверей, и потом переходит студент в старшие классы. Старшие классы — это уже начиная с шестого. То есть до четвертого — это младшие классы, пятый класс — он средний между старшими и младшими. И его задача — это объединить пять элементов внутри себя. Потому что начиная с шестого класса, там совершенно другая задача решается. Мы будем об этом говорить чуть позже. А у всех ли получается объединить эти пять элементов? Ну, не всегда. Поэтому пятый класс, он может затягиваться и на полгода, на год, на полтора, на два. Потому что здесь необходимо еще приобрести определенных хорепятых движений. То есть выполнять комплекс жестко, как делаем, это просто. Потому что люди в принципе приходят как деревянные. А вот уже приобрести состояние воды или огня — это уже труд. То есть это как танец. То есть должен приобрести определенную пластичную движение, мягкость движения. И это не всегда у всех получается сразу. Поэтому это занимает определенное время. Поэтому мы говорим, что базовый курс от двух до трех лет. В это время изучается богоискусство, но они, ну скажем, не совсем реальны те, которые ждут человек в поединках. То есть это подводящиеся техники приобретения способности вводения тела, хореография движения, подготовка тела. В старших классах уже начинается реальное объяснение спарринг-класса файдинг. Спасибо вам. Всего хорошего. До встречи.